Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале Мбалл Геймер, и в данном видеоролике мы поговорим о возможном выходе Destiny Mobile на Android и iOS, поэтому тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! С каждым месяцем мобильный гейминг все развивается, и каждую неделю анонсируют какие-то грандиозные хиты, будь то Battlefield Mobile, PUBG New State, Apex Legends Mobile и многие и многие другие. Каждый игровой издатель, будь то на персональных компьютерах или консолях, или на обеих платформах, хочет выйти на рынок мобильных игр. Ведь там на данный момент царит фри-то-плейная модель, которая может принести издателю и разработчику огромное количество денежных средств. И скорее всего, к счастью или к сожалению, игровая вселенная Destiny заглянет и на мобильные платформы, а именно на Android и iOS. А ведь вселенная Destiny является великой игровой франшизой, которая располагается не только на персональных компьютерах, но и также на консолях, а именно на Xbox'ах и PlayStation'ах. Да, конечно, вторая игра серии была принята не так тепло, как первая, но это до сих пор отличный многопользовательский шутер. Уникальный сеттинг будущего, большое количество персонажей, а также карт, которые так не хватает на мобильных устройствах. Именно поэтому в скором времени Destiny Mobile появится на Android и iOS. Об этом сообщает проверенное издание The Game Post, которое утверждает, что Банги работает над мобильной Destiny. И если это кажется правдой, то пока что издатель, а именно Банги, нанимает сотрудников, а разработчиком, скорее всего, станет всеми вами известный Nethys Games. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но если смотреть, например, Racing Masters, то я уверен, что с Destiny Mobile в будущем будет все очень даже хорошо. А ведь именно данную мобильную гоночную игру зарабатывает сама Nethys Games при посредничестве издателя Codemasters. Так что я не очень уверен, что в будущем Destiny Mobile станет донатной помойкой, совсем наоборот. Ведь по сути, Банги имеет огромное количество опыта при создании первоклассных шутеров от первого лица, ведь они являются разработчиками таких крутых игровых вселенных, как Destiny и Halo. Так что я уверен, что с Destiny Mobile все будет очень даже хорошо. Также вся эта информация и слухи, связанные с ближайшим анонсом мобильной Destiny на Android iOS, подкрепляются рабочей вакансией на позицию арт-директора на официальном веб-сайте Банги. И самое важное, это то, что человек на этой должности должен иметь в своем портфолио хотя бы одну мобильную игру AAA-класса. Также кандидату предстоит путешествовать в Китай или принимать у себя партнеров с Поднебесной. Это будет лайв-сервис, разработкой которого, скорее всего, может заняться Nethys Games. И давайте не будем забывать про тот факт, что еще в далеком 2018 году Банги получил целых 100 миллионов долларов от самой Nethys Games в виде инвестиций. И именно тогда партнеры заявили, что они будут создавать новые игровые миры, и, скорее всего, Destiny Mobile это идеальный кандидат на эту роль. Более того, Банги собирается развивать вселенную Destiny, делая по ней фильмы, сериалы и многое другое. Так что не удивлюсь, если те 100 миллионов долларов, которые Банги получил от самой Nethys Games в 2018 году, является своеобразными игровыми правами на всю вселенную только уже на мобильных устройствах, а именно на Android iOS. Так что, как по мне, именно Destiny Mobile будущим станет залогом популярности всей серии. В общем-то, поживем и увидим. Но уже сейчас для Destiny Mobile открыта предрегистрация в популярном китайском маркете, и ссылочку на нее я оставлю в описании по данным видеороликам. Пока что там висит лого именно Destiny 2, но никак мобильная версия с ней связана не будет. Так что, скорее всего, в скором времени мы получим уже официальную информацию от самой Банги, а также Nethys Games, так что будем ждать и надеяться. Но если вы до сих пор не верите в скорый анонс мобильной Destiny, то обязательно почитайте эту статью, так как всю информацию я взял именно из нее. Но уже сейчас на Android iOS можно поиграть в мобильный аналог Destiny под названием Shadowgun Legends. А также запустить полноценный Destiny только уже через облако, используя GeForce Now, но это уже совсем другая история. Хороший выход, пока ждем официальной информации от самих разработчиков по поводу мобильной Destiny. Ну а под конец данного видеоролика мне будет очень интересно узнать в комментариях, ждете ли вы данный мобильный шутер, и если нет, то почему. Но на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был наш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока, и увидимся в следующих видеороликах не только по Destiny Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!